МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сергей, на сайте neseistandart.ru сегодня вышел материал под страшным заголовком «Масло сливочное, бактериальное». То есть на этот раз еще и масло проверили. Да, это очередная наша проверка. Мы проверили 9 образцов. Из них, сразу скажу, что 4 образца, они полностью соответствовали не только требованиям ГОСТа, но и требованиям ассоциации. Они получили свой значок, нашу зеленую шишку. Из оставшихся 5 образцов, 3 образца, они не прошли по бактериям, по всевозможным микроорганизмам, которые превысили допустимые нормы. Но в общем нужно сказать, что мы не нашли ни одного образца, который бы являлся прям фальсификатом-фальсификатом. То есть все они, все образцы изготовлены из настоящего молока. То есть там никаких заменителей жиров молочных не обнаружено. Вот это, я считаю, очень здорово. Мы обследовали, давайте я расскажу, мы обследовали крупнейшие сети, это «Командор», «Красный ярый ленту». И в ценовом сегменте до 100 рублей мы вот подделок, вот таких крупных прям подделок не обнаружили. Ниже там уже идут, ну там написано прямо, что это уже, конечно, написано, что масло, но написано, что растительное. То есть это нарушение, конечно, ГОСТа, ГОСТом не допускается растительное масло. Ну, об этом можно чуть позже поговорить. Но тем не менее, вот на сайте указано о том, что три основных претензии – недостаток по массовой доле жира, бактерии группы кишечной палочки и общая бактериальная обсемененность. Светлана Анатольевна, это вот что такое за страшное словосочетание? Ну, это значит, у нас в масле присутствуют те бактерии, анаэробные и аэробные микроорганизмы, которые могут провоцировать желудочно-кишечные заболевания. То есть в виде диареи, в виде гастритов, колитов мы можем получить осложнения. Особенно это у детей и у пожилых людей, у которых ослаблена иммунная система, ослабленный кишечник. И тем самым мы провоцируем все последствия заболевания желудочно-кишечного тракта. Ну, а вот выявленные бактерии группы кишечной палочки, это тоже, в общем, туда же все, в ту же копилку. То есть если организм слаб или ослаблен, то это может привести к каким-то... Провокация быть, да. Сергей, скажи, пожалуйста, вы ранее, ну и продолжаете выбирать продукты из основной корзины. А как вы выбираете те самые продукты, какие именно взять? Вот ценовую категорию мы услышали, там, не дороже 100 рублей для масла это было. Нет, как раз дороже 100 рублей, вот 100 рублей и выше, да. То есть настоящее масло не может стоить ниже 100 рублей, мы вот как раз это и проверяли. То есть на остальных образцах уже написано, что это не сливочное масло, а растительное масло, сливочно-растительное масло. ГОСТом такие названия не допускаются, это должно быть... Это отдельный ГОСТ уже, ГОСТ на спреды. Спреды могут быть растить, там, сливочно-растительные, растительно-сливочные и растительно-жировые. Но это отдельная тема, мы сейчас говорим про масло. Прошлую нашу проверку, творог, мы уже сделали на основе запросов наших покупателей. Это очередная проверка, которая тоже сделана на основании обращений наших покупателей. И более того, основная линейка вся, которая пошла на проверку, она тоже была сформирована на основе обращений покупателей. А ситуация с развесным маслом, она вообще никак не контролируется? Вы знаете, я бы рекомендовал нашим покупателям, нашим жителям, если покупать такое масло только в проверенных крупных сетях. Мы помним этот скандал, когда наш коллега прямо заснял, что происходит на тех ярмарках, которые организуются в городе. То есть когда в палатке стоит коробка, на которой написано спред производства Новосибирской области, оттуда разрезается это все на блоке, упаковывается и тут же выкладывается по цене 300 рублей. И написано, что масло крестьянское у Ярс или масло фермерское новоселово. Это все было заснято, все это есть, нужно об этом шире говорить и исключить фальсификат. Может только покупатель, проголосовав рублем, он должен разбираться, понимать, где он может надрваться на подделку. Очень рекомендую покупать расфасованную, а не в заводскую упаковку масло на стихийных рынках. Мы все знаем, что сейчас есть такое стремление к тому, чтобы процент жира в тех продуктах, которые люди покупают, был ниже. Без йогурта 0%, напитки 0% сахара. Что касается масла, чем больше жира, тем лучше или нет? Да, 82% это масло, которое должно быть. Но допускается 72,5% и 80%. Но лучший продукт это 82%. А чем полезло масло, которое, в общем, с жирностью? Вообще мы всегда должны начинать завтрак обязательно с кусочка сливочного масла. Лучше, если это будет 82%. Для чего? Для того, чтобы улучшить состояние своей микробиоты в кишечнике, то есть для слизистой именно кишечника и желудка, и для своих мозгов. Поэтому завтрак со сливочным маслом, он обязательно. И то, что был период времени, когда у нас боролись с холестерином и боролись до такой степени, что убрали и дали такую информацию, что сливочное масло и сало, оно у нас вредное, а растительное, рафинированное масло, подсолнечное или нерафинированное масло, это, наоборот, тот продукт, который у нас должен быть всегда ежедневно на столе, это большое заблуждение. На сегодняшний день холестерин у людей упал, а без этого холестерина у нас гормоны не синтезируются. И у нас становится истощение синтеза гормонов. А это значительно страшнее. Начинает значительно помолодела старость. То есть разрушение организма гормонально наступает значительно раньше. Если это раньше наступало в 45-50 лет, то сейчас наступает в 30 лет. А это уже большая проблема. То есть купил качественное масло, съешь его на завтрак? Обязательно. А что бы вы порекомендовали людям, на что обращать внимание, покупая продукты к Новому году? Потому что это же сейчас начнется, пошел в магазин, с полной корзинкой вышел, а потом думаешь, вредно это или полезно. Я бы порекомендовала нашему населению, прежде всего, обратить внимание на детские подарки. Поэтому то изобилие кондитерских изделий, конфет, печенье, вафли, любые пирожные, торты, это, конечно, огромное количество трансжиров и легких углеводов, которые будут навредять нашим детям очень сильно. Поэтому, наверное, лучше купить детям какие-то, может быть, игрушки, может быть, книги, может быть, фрукты, но ни в коем случае такое большое изобилие кондитерских изделий. Потому что это очень вредно. Если мы любим своих детей, мы не должны так поступать, мы должны им дарить полезные подарки. То есть и ваша рекомендация, в том числе для несельского стандарта, проверить те самые конфеты, чтобы понимать... Сказать людям, что действительно, чем мы кормим своих детей. Сергей, а ещё для понимания. Давайте, во-первых, напомним зрителям про то, как определить, прошёл продукт в супермаркете проверку или нет. Ну, это... Если мы успе... Если... Значит, если производитель прошёл проверку, получил сертификат и успел заменить, нанести шишку на упаковку, наш значок, то это значит, что он уже на полке с зелёной шишкой. Но в связи с тем, что экономика, она такая штука, и запасы упаковки, запасы этикетки, они достаточно серьёзными могут быть, там доходить до нескольких месяцев, то, соответственно, наш значок появится спустя некоторое время. Поэтому самая оперативная информация у нас на сайте в разделе продукции. Там есть чёрный список, и там есть продукция, прошедшая проверку и соответствующие требования ассоциации. Вот это, пожалуй, самый такой... Самый... Самый простой способ определить настоящий качественный продукт, произведённый из натурального сырья, да, и в основном полезный для здоровья. А что говорить про масло, то в первую очередь мы, конечно, читаем название, наименование, то есть ГОСТом регламентировано название «масло сливочное», вот, и далее стоит жирность. Далее мы смотрим... Желательно найти, что этот продукт изготовлен по ГОСТу, и должен номер соответствовать ГОСТу, потому что здесь тоже попадаются некоторые уловки. Вот. Следующее мы смотрим срок годности. Обычная вот, обычная фасовка масла, ну, к которому мы привыкли, там, 180 грамм, вот это в фольге. Ну, там не фольга, на самом деле, но, как бы, вот, визуально. До 35 суток оно хранится при температуре минус 3 градуса, ну, плюс-минус 2 градуса. Чем ниже температура, там, при 18 градусах, при минус 18 градусах, оно хранится уже, там, 120 суток. То есть тут надо понимать, что в зависимости от температуры. Вот. Ну, из таких, наверное, пожалуй, и всё. Но если вы купили уже масло, ну, положите кусочек на сковородку, на плитку разогрейте. Если вы увидите, что жировые фракции не отделяются, не разделяются с водой, то есть оно не там, не сильно шкварчит, и запах приятный. Вот топлёного масла, которое мы помним с детства все, вот, то это настоящий продукт. Если фракции разделились, то, к сожалению, с высокой степенью вероятности это подделка. А кроме как по шишечке на этикетке, как ещё можно, там, быть уверенным, что ты покупаешь качественный продукт? Проверенные производители, проверенные торговые сети. Вот торговые сети, правда ли, что вот этот знак качества появляется теперь и в сетях? Да, есть такие территории у нас, мы называем это территорией без фальсификата. То есть пока что это маленькие сети, большие, где собственник сетей, где персонал готов прогарантировать, что на его полках не появится фальсифицированная продукция совершенно. Он в лицензионном договоре на право размещения знака на фасаде магазина, над витринами, мы зафиксировали, что он несёт материальную ответственность, достаточно серьёзную материальную ответственность, да. Поэтому вот первая из сетей, которая заключила с нами такой договор и получила сертификат на право размещения знака, это лавкополезные продукты. Пожалуйста, там можно купить настоящий, качественный, натуральный и полезный продукт. То есть это значит, что всё, что есть в этом магазине из продуктов, всё соответствует жёстким требованиям института? Нет, не жёстким требованиям, а все продукты не фальсифицированы. То есть фактически состав продукта чётко соответствует тому, что нанесено на упаковке. Вы можете прочитать, из чего этот продукт сделан, и будьте уверены, что это так и есть. Напомню ещё раз нашим зрителям, что на сайте insestandart.ru, а также во всех социальных сетях, можно ознакомиться с чёрным и белым списком производителей, то масло, которое можно и нужно покупать, а какое лучше не покупать. Ну и ориентироваться на зелёную шишку на продукции, а также, как нам рассказали сегодня в эфире, ещё и на торговые сети, которые также получают тот знак качества, что фальсификата у них точно нет. Это была программа «После новостей». Спасибо, что были с нами. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова